На 4 года и 2 месяца лишения свободы. Такой приговор вынесут 23-летнему неоднократно судимому Артуру Казаряну. Он признан виновным в совершении разбойных нападений на два офиса микрофинансирования в Казани. Напомним, все произошло в ноябре минувшего года. Он заходил в офис и, угрожая сотрудникам ножом, забирал всю наличность. Ущерб только одной организации превысил 100 тысяч рублей. Рамиль Шайдулина, преступление и наказание. Момент одного из нападений запечатлела камера видеонаблюдения. Вот молодой человек заходит в офис, в руках при этом держит нож. Угрожая расправой, он требует отдать всю имеющуюся наличность. Напуганная за свою жизнь сотрудница с поднятыми руками направляется за деньгами, после чего отдает их. Немного. Все же центр микрофинансирования. Спустя 10 дней в полицию поступает сообщение о точно таком же ограблении, только из другого офиса микрозайма. Сотрудники отделения по раскрытию грабежей и разбоев уголовного розыска управлением ВДРС по городу Казани, совместно с коллегами из отделов полиции, на территории которых произошли преступления, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к совершению преступления причастен один и тот же человек. Совпадали не только описания его внешности потерпевшими, но и характер совершения преступных действий. Оперативники выяснили местонахождение мужчины и задержали его в тот же день. Задержанный 23-летний неоднократно судимый, житель Краснодара, свою вину признал полностью. Уголовное дело было возбуждено по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья». По решениям суда Артему Казаряну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Рамиль Шайдулин, Офиса Минязова, Вызов 112.